Небольшая лекция, не тяжелая, легкая. Это лекция, которая, надеюсь, вас вдохновит на использование этого модуля, а модуля массаж рефлекторных зон стопы. Идея создания этого модуля, на самом деле, еще лет 5 назад пришла. Руки дошли только сейчас. И поверьте мне, если вы вооружитесь этой простой манипуляцией, тут нет ничего сложного, но в то же время она настолько потрясающе эффективна. Иногда умение правильно нажать на определенные точки, а купрессуры, позволяет купировать некоторые достаточно острые состояния без таблеток. А тем более, если вы это сопровождаете в рамках пособия при какой-то хронической патологии. Поскольку сам владею и вижу эти эффекты этой методикой, я настойчиво рекомендую, даже если вы не будете ее включать в арсенал собственных манипуляций, потому что, ну, согласен с тем, на приеме, там, разуть человека и начать ему массировать стопы достаточно сложно, если вы не являетесь массажистом. Но вы можете, программа позволяет сформировать достаточно простые рекомендации, и человек в домашних условиях может оказывать дополнительное воздействие, которое очень даст большую прибавку к вашим рекомендациям. Вот почему мы даже думаем о том, чтобы этот модуль массажа включить в домашний дистантный прибор, VidaPulse Online или VidaPulse Home, как мы его называем, с тем, чтобы пациенты не только передавали вам данные, но и по анализу своего состояния могли в домашних условиях получать достаточно простые рекомендации по использованию этого модуля. Итак, что лежит в основе, какие аксиомы лежат в основе теории массажа стоп? Все очень просто. Считается о том, что наш организм, как голографическая матрица, в своем каждом кусочке содержит информацию о всем теле. Ну, если взять генетический аппарат, то любая клетка его содержит. С точки зрения, как бы, логики здесь все понятно. И на стопе существует рефлекторная зона, которая является проекцией соответствующих внутренних органов. И эта проекция, как точка входа информации, точка выхода, это соответствующая орган или система органов, она связана через, это уже классическая клиническая физиология, определенные рефлекторные связи, в которых участвуют сегменты спинного мозга. Тут ничего не противоречит современной естественной концепции. Воздействие, как правило, осуществляется самым простым методом. Методом акупрессуры, то есть пальцами рук массажиста, но при этом использовать на зоны воздействия соответствующие конституциональные аромамасла, которые вы можете брать из модуля ароматерапии при определенных состояниях психоэмоциональных. И сейчас мы, видимо, будем возвращать в модуль ароматерапии и нозологическую привязку. В феврале будет лекция интересная по ароматерапии на эту тему. Поэтому можно будет выбрать аромамасло при конкретном заболевании, которое даст дополнительные эффекты. Если наносить его на зону и оказывать массажное воздействие, то после того, как массажное воздействие прекратилось, ароматическое масло и раздражающим, и другими эффектами действиями будет продлевать этот эффект на зону воздействия. Ну и результатом этого воздействия является физиологический отклик в той системе, которого вы, как клиницисты, как специалисты, хотите добиться при использовании этой манипуляции. Я, кстати, в чате сбросил ссылку на две книги. Одна называется «Планетарная гербология», а вторая называется «Йога трав». Очень рекомендую для тех, кто серьезно занимается фитотерапией. Правда, обе они на английском языке, но они углубляют понимание конституции человека. И там много наших алтайских, наших российских лекарственных растений описаны, ну, в отличие от Дэвида Фроулинга, совсем немножко. Какие предпосылки лежат в основе того, что стопа является мощной рефлексогенной зоной? Следующим модулем, который, кстати, мы разработаем в теме массажа, будет модуль мармотерапии. Мы подбираемся к нему. И вот на стопе существуют определенные зоны, точки, которые в аюрведе называются мармы. И относятся к категории лечения, которая называется прано-чикица. Это ближе к нашему пониманию как биоэнергетическое лечение, когда воздействие идет не только физическое, но воздействие на эту точку акупрессуры еще соединяет энергетику массажиста и энергетику пациента, оказывает дополнительный энергетический толчок. Вот, в частности, выходит, я дал несколько описаний в качестве примера, и очень часто, кстати, люди спрашивают, как повлиять на субдоши, вот когда они выходят из равновесия. Есть два классических способа. Это фитотерапия, и, ну тут соглашусь с Александром, что в доступной русскоязычной литературе практически нет информации на эту тему. И это мармотерапия, где есть прямое указание, на какую субдошу влиять, действуя на какую марму. Эта информация тоже появится в ведопульсе. Что это за субдоши, что это за марма? Ну, например, кшипра марма, она примерно расположена на уровне пальцевого промежутка первого-второго пальца, симметричная с двух сторон, и она контролирует лимфатическую систему раса вахашфотос и систему, связанную с распределением в организме праны. Должен вам сказать, что еще, когда был студентом медицинского университета, курировал пациента с рожественным воспалением ноги и делал очень интересную манипуляцию. Мы вводили вот как раз в участки этой мармы лекарственный препарат, антибиотик, который оказывал потрясающий эффект. Дело в том, что в этой точке выходит синус лимфатического коллектора, связанный со стопой ноги. И когда мы говорим о том, что контролирует раса вахашфотос, то есть влияет на лимфатическую систему, на ее циркуляцию, за этим действительно стоит глубокий смысл. Всегда задаю себе вопрос, но откуда врачи древности знали, когда еще понятия лимфатического системы в принципе не было? Ну, вот это интересно. Талахридая марма, допустим. Марма, которая очень хорошо контролирует ватадошу через опановату. И другие мармы, которые вы здесь видите, сейчас больше для вас это может быть будет информация к сведению, чем к практическому использованию. Главное понять суть, что стопа это мощная рефлюциогенная зона. Еще одним примером этого является тот факт, что на стопу проецируются в том числе ножные каналы из системы традиционной китайской медицины. В этом отношении настойчиво рекомендую посещать вам лекции нашего эксперта в этой области Сергея Викторовича, который постоянно углубляет ваши знания в этом направлении. В частности, если вы возьмете канал желудка, третий, то дистальные точки Е41 и Е45 – это точки, которые полностью расположены там. И, кстати, эти точки, все дистальные точки, так же, как и части проксимальные, они относятся к первоэлементам и относятся к точкам тонизирующим и расслабляющим. Поэтому лишний раз это подтверждает тот факт, что стопа – это мощная рефлюциогенная зона, воздействуя в том числе через систему каналов на внутренние органы. Ну вот дальше приведены основные ножные каналы. Это канал селезенка с его точками, это канал мочевого пузыря почки, это канал желчного пузыря и печени. Все эти точки там находятся и они совпадают с некоторыми зонами, о которых мы сейчас в том числе будем говорить. Если говорить о современных представлениях рефлектовной теории в рамках классической неврологии, то на ноге выделяют около 20 различных нервов, которые формируются из сплетений или плексусов, на уровне спинного мозга. И таким образом формируют невролог, как это называют, восходящие пути соматической чувствительности. То есть речь идет о том, что есть нервные окончания, которые фактически воспринимают наше воздействие, трансформируют в данном случае эти чувствительные, на кончик гистологический. Они реагируют на боль, на тепло, на прикосновение и так далее. И превращают механическое тепловое воздействие в электрический потенциал и несут это по восходящим путям чувствительности в сегменты спинного мозга. Но вот если мы возьмем классическую анатомию и физиологию, то есть описание конкретных путей, посредством которых эта информация достигает спинного мозга, затем достигает подкорковых структур, в частности главного реле нашей чувствительной информации, таламуса, и дальше проецируется в кору головного мозга, причем проецируется очень интересным образом. Основная проекция идет на теменную извилину. И вот здесь вам показан так называемый чувствительный гомункулус, то есть расположение чувствительности на теменной извилине. Обратите внимание, что лицо и рука занимают 50% всех проекций, которые чувствительные несутся от кожи и проприорецепторов в головной мозг. Вот посмотрите стопа, она тоже занимает значительно, а вот тело всего незначительную проекцию по сравнению со стопой, кистью и лицом. То есть это основные рефлексогенные зоны нашего организма, которые имеют проекцию. Если говорить о позвоночнике, немножко, буквально кратенький экскурс в современную рефлекторную теорию, то есть три сплетения, это поясничное сплетение, оно формирует бедренный нерв, который затем формирует дополнительные нервы, это крестцовое нервное сплетение, оно формирует седалищный нерв, ну бедренный седалищный нерв, даже не врачам это известные нервы, и копчиковое сплетение, которое, кстати, имеет уникальную связь с симпатическим стволом и запускает определенные вегетативные эффекты рефлекторные, которые могут происходить. Вот, к примеру, вы видите плексус-люмбалис, то есть поясничное сплетение, которое формируется из поясничных корешков спинного мозга и даже 12-го грудного сегмента, и затем опускается на ногу. И вот на этом слайде видны основные зоны иннервации с помощью тех нервов, о которых я сказал. Нас интересует стопа. Стопа тоже имеет проекцию иннервации теми или иными нервами, которые, будучи чувствительными, несут эту информацию, восходящую к соответствующим центральным структурам. Это и мы видим икроножный, и тибиальный нерв, и подкожный, и медиальный, и латеральный нерв стопы. Таким образом, воздействие на стопу несет за собой, имеет и научно-естественную базис того, что это воздействие может рефлекторно, через сегменты спинного мозга, дать определенный толчок к тому, чтобы изменить ситуацию в соответствующем органе. Такие предпосылки есть, просто эти связи, они современной наукой практически не изучены, но если морфологической основы нет, связи не будет, поэтому она обязательно должна быть. Мы предпосылки этих связей формируем. Что еще нужно знать, чтобы пользоваться модулем массажа? Вы должны понимать, хотя бы кратко иметь представление, о скелете стопы. У нас около 200 костей всего в организме. Вот посмотрите, 26 костей образует стопа человека, которая делится на три основных отдела. Это предплюсно, плюсно и фаланги. Почему мы говорим о том, что нужно знать скелет стопы? Потому что когда мы даем описание расположения зоны, там есть так называемая скелетотопическая проекция, которая привязывает к проекции соответствующей кости для упрощения поиска соответствующей зоны. Поэтому небольшое представление об анатомии вы должны знать в интернете, в Википедии, где-то еще посмотрите. Я уверен, что вы эту информацию найдете. Кроме того, что рефлекторная зона стопы своим воздействием имеет надкосницу, в том числе рефлекторные зоны проецируются в проекции суставов стоп. И воздействие на суставы стоп включает очень интересный механизм. Дело в том, что в связочном аппарате располагается уникальный рецептор. Их называют аппарат Гольджи, воздействие на которых вызывает очень мощный рефлекс. В качестве примера я приведу вам коленный рефлекс. То есть воздействие на сухожилия, когда невропатолог молоточком вобьет под колено, вызывает тот же самый эффект. Резко возбуждаются рецепторы Гольджи, несут эту информацию спиной мозг, она назад возвращается в виде команды сократить мышцу, и нога, соответственно, дергается. Вот точно такой же рефлекс происходит на уровне воздействия на эти аппараты суставов стоп. Ну и, безусловно, стопы содержат мышцы, а в мышцах находится еще один вид рецепторов, он называется проприорецепторы, собственные рецепторы мышц, которые обладают собственной иннервацией чувствительной и через сложные механизмы несут информацию в спиной мозг, таким образом вовлекая мышечный компонент, скелетную систему, в целом рефлексию при воздействии на соответствующую зону. Вот перед вами рефлекторные зоны стопы. Здесь есть проекция основных систем и органов, в которых можно получить достаточно значимый отклик. У меня на практике были пациенты, которым оккупировали приступ желчной колики просто на глазах это проходило при воздействии на соответствующие зоны. То есть настолько это эффективная методика, поэтому я очень рекомендую вам ей овладеть этой методикой. Принцип проекции органов на соответствующие зоны стоп связан с так называемым проекцией тела человека, где на внутреннюю часть стопы проецируется позвоночник, посмотрите, а дальше симметрично человек как бы раскладывает проекцию на правую и левую. Это общий типологический подход, который в первую очередь, наверное, был сформирован в китайской медицине, а потом уже пошел в корейскую медицину, когда появился су-джок, и в тибетскую медицину. А юридическая медицина, она обладает уникальной системой, там система марма-точек. Сейчас мы поговорим о зонах стопы. И нужно понимать, что существуют симметричные зоны, то есть они присутствуют и на левой стопе, и на правой стопе. И существуют асимметричные зоны, которые есть только на левой и только на правой ноге. Но в частности, на левой ноге есть зона сердца, на правой его нет. В то же время, на правой ноге есть зона печени. Она будет отсутствовать, ее не надо искать на левой ноге. Это нужно четко понимать, когда вы выбираете рецепт воздействия. Еще один очень важный момент, который для себя отметим. Рефлекторные зоны головы имеют как бы перекрест. Что это значит? Это значит, что зоны левой половины головы находятся на правой стопе. То есть перекрест. А зоны правой половины головы, они находятся на левой стопе. Вот здесь перечислены эти зоны. Не будем сейчас в них считываться. Главное понять принцип, что все, что связано с головой, оно как бы контрлатерально, как говорит невролог, то есть на противоположной стопе будет находиться. Если, допустим, у человека соответствующая пазуха, допустим, заложена, то чтобы оказать прямое рефлекторное воздействие, вы должны воздействовать на противоположную ногу. Вот перед вами скриншот модуля массажа. Открою вам секрет. Даже если по каким-то причинам вы сейчас сомневаетесь в том, что вам нужен этот модуль, вы можете сделать очень хитрую манипуляцию. Я не должен этого говорить, но я это скажу. Вы можете закачать новый дистрибутив сайта, инсталлировать его и запустить без ключа. И у вас появится модуль массажа. Он будет полноценно работать. Вы сможете посмотреть все рефлекторные зоны. Вы сможете даже посмотреть рецепты при определенных нозологиях. Но в чем но? В том, что этот рецепт будет сформирован для конкретного человека. В качестве изучающего такого пособия, кстати, точно так же вы сможете изучить и модуль рефлексотерапии, если у вас его нет. В качестве атласа его использовать, нашу программу без ключа. Но если вы захотите использовать его практически, конечно, вам нужно на входе провести обследование, чтобы алгоритм выдал вам те зоны, которые с учетом конституции и функционального состояния человека модифицировали рецепт таким образом, чтобы он стал персонифицирован подобно фитосбору. Какие научные факты есть в периодике научной? Если вы зайдете в ПАБМЕД и посмотрите журналы традиционной направленности в области традиционной медицины, вы увидите, что есть исследования, которые показывают, что рефлекторное воздействие на стопы вызывает изменение объемного кровотока соответствующего органа. Это вообще потрясающий эффект, доказывающий, что вся эта система работает. Это показали через термометрию, потому что изменение кровотока стимулирует метаболические процессы и после воздействия на стопу на соответствующий орган, например, на желудок, когда мы термометрически, то есть смотрим в инфокрасном излучении на желудок, у него в желудке увеличивается температура рефлекторная, то есть это прямой доказательство того, что эта система работает. Улучшение кровотока усиливает органную микроциркуляцию, соответственно, усиливает трофику соответствующего органа и приносит ему больше пластических веществ, чтобы усиливать репаративные, то есть восстановительные процессы, выводить шлаки, которые необходимы и так далее. Усиление микроциркуляции в том числе связано с тем, что улучшается дренажная функция лимфатической системы. Лимфа забирает излишки влаги из органа и выносит в том числе ряд токсинов, освобождая орган от избыточной эндотоксической нагрузки. Помимо сосудистого компонента в рефлекторное воздействие также включаются гладкие миоциты, то есть гладкие мышцы это мышцы внутренних органов. Вот когда возникает спазм и мы ощущаем это в виде боли, это связано с сокращением гладкой мышцы этого органа, гладких миоцитов. И вот рефлекторный массаж, он очень эффективен как раз для снижения этого тонуса, если использовать соответствующую методику, о которой я скажу чуть позже. Еще один уникальный момент, поскольку я являюсь по защитной специальности иммунологом, в том числе и физиологом. Меня потряс просто этот факт, когда я нашел его в литературе, готовясь к этой лекции, чтобы вам это рассказать, что рефлекторное воздействие на зону стопы вызывает увеличение лейкоцитозной инфильтрации в соответствующем внутреннем органе. Ну это вообще запредельно для понимания для классического физиолога, но это факт. То есть лейкоциты идут в соответствующий орган, а мы знаем с вами, что иммунная система наравне с нервной эндокринной системой является системами регуляции через выделение уникальных гормонов цитокинов, которые следуют. Чтобы не происходило опухолевые трансформации и много-много других процессов, за которыми просто нервные эндокринные не могут следить, потому что именно иммунная система находится там, внутри непосредственно. Ну и болевая стимуляция сама по себе, это известный факт, вызывает мощный выброс эндорфинов, то есть внутренних накочков тела, которые вызывают сбалансирование процессов регуляции, и если есть перекос какой-то системы регуляции в одну сторону, эндорфины как бы вот притушивают избуточный этот поджар. В то же время, катехоламины, то есть это гормоны надпочечника, самый известный из них адреналин, и глюкокортикоиды, например, кортизол, это гормоны, которые запускают метаболические изменения в соответствующем органе, восстанавливая метаболические процессы. То есть вот посмотрите, какие мощные научные факты лежат за теорией массажа рефлекторного. Поэтому использовать это надо однозначно. Ну и приемы массажа. Хотелось мне о них вам рассказать. Давайте так, времени уже не так много, еще один лектор буквально уже через 10 минут начнет свою интереснейшую, на мой взгляд, лекцию. Поскольку эта лекция у вас будет в качестве бонуса за участие в платном вебинаре, оставим это на самостоятельное изучение. Все очень просто. Я написал, как воздействовать прием массажа и сделал аннотацию с фотографиями, чтобы вы увидели, как реально. Ну, например, первый, самый простой способ воздействия. Мы сгибаем указательный палец и сгибом между второй и третьей фаланги оказываем воздействие, придерживая второй рукой ногу. Очень простой способ, да? Второй способ, допустим, он связан с тем, что... И сразу указаны зоны, на которые воздействовать. Второй способ, он связан с тем, что мы воздействуем подушечкой большого пальца, обхватывая действующей рукой и поддерживая... В некоторых случаях поддерживая недействующей рукой соответствующую область. Всего существует порядка восьми способов воздействия. Мы сейчас их с вами пролистаем. Способ есть как щипцы, когда вы между вторым и третьим пальцем и первый палец у вас фактически как запор давит на второй палец. Так, кстати, очень хорошо воздействовать при шейном остеохондрозе на соответствующую зону. Эффект потрясающий, особенно если есть нарушение кровообращения, связанное с шейным остеохондрозом. Но воздействие должно быть до болевого ощущения. Чтобы эффект произошел, посмотрите вы все эти слайды, внимательно изучите, внимательно почитаете. Медленно у меня все переключается здесь в этой системе. Существует два основных метода. Это метод укрепления и метод послабления. Фактически метод укрепления связан со стимуляцией функции, если нам это необходимо. К примеру, есть гипофункция щитовидной железы, то метод укрепления будет оказывать тонизирующий эффект. А если есть гиперфункция, то соответственно действовать методом укрепления на эту зону нежелательно. Лучше использовать метод послабления, это до еле ощутимого болевого воздействия, тогда это будет оказывать седативный эффект. Кстати, седативный эффект в том числе нужно использовать, когда вы хотите снять спазм. Но здесь такая двухпазмность. Сначала нужно кратковременно оказать такое значительное болевое воздействие, а затем уйти до низкого порога. Я вам сейчас дам формулу, по которой вы рассчитаете силу воздействия. Она всегда индивидуальна у каждого человека. Поэтому она заключается в следующем. Вы выбираете зону надпочечников и начинаете воздействие до получения значимого болевого отклика со стороны человека. И вот эту силу воздействия запоминаете. И вот с такой силой вы будете воздействовать на все остальные зоны, чтобы добиться результата. Это классический подход. Потому что недостаточно просто знать зоны, нужно еще уметь на них воздействовать. Не просто так взял и нажал. Есть расчет порога воздействия через надпочечник. То есть перед тем, как провести процедуру, оказали воздействие, то есть откалибровались на конкретном человеке, а потом уже по этому эффекту начали воздействие на другие зоны. Кстати, массаж эфлекторных зон очень эффективно можно использовать для диагностики. Все заболевания, особенно на второй, четвертой стадии, ну уж тем более, когда есть симптоматическая пятая и шестая терминальная стадия, согласно Юрведе, эффективно диагностируются. Вот бывает так, что какой-то болевой синдром в животе, и непонятно, то ли с кишечником, то ли по-женски это, то ли это вот, может быть, с желудком, то ли печень. Можно провести диагностический поиск по точкам и очень четко определить, с каким орган связан этот дискомфорт. Дело в том, что в проекции этого органа есть два вида диагностики. Диагностика по ощущению боли, то есть вы воздействуете и человек говорит, да, слушай, в этом месте больно, раньше больно не было. Все. А есть диагностика по отсутствию болевых ощущений, когда вы не воздействуете, а внимательно изучаете стопу. В частности, например, если соответствующий орган будет удален, обратно же, это факт, ну, где-то в порядке в 70% случаев он действительно проявляется. Вы увидите небольшое углубление в проекции этой зоны. Или, допустим, при язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки в проекции этих зон вы будете ощущать определенные уплотнения зернистой, такой нитевидной природы. Например, когда возникают внутренние кровотечения в соответствующем органе, рефлекторно в этой зоне появляются сосудистые изменения в виде точек или паутина. Представляете, насколько все взаимосвязано. И другие характеристики. При очень большом количестве заболеваний можно использовать рефлекторный массаж стоп. Что касается противопоказаний, то абсолютных, то есть полных противопоказаний к массажу стоп нет. Есть лишь относительные, они примерно идентичны с физиотерапией. Классический там туберкулез, острые кровотечения, острый период инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии, там, и органная недостаточность. Ну, собственно говоря, таких людей вы, наверное, и не увидите. Они потому что находятся в палатах интенсивной терапии. Что касается беременности, это тоже относительно, то есть можно при беременности использовать рефлекторный массаж стоп, но болевые воздействия нужно делать обязательно низкопоробами, то есть не до такого состояния, что человек корчится от боли, потому что стопа настолько чувствительная зона, потому что это может увеличить тонус матки, ну, сами понимаете, чем это грозит, поэтому должно быть в основном такого релаксирующего плана воздействия либо в плане диагностического поиска. Существует принцип, по которому вы можете выбирать рефлекторную зону, даже не используя, например, наш модуль. Суть заключается в следующем. Вы должны делать акцент при выборе зоны не на основе заболевания, а на основе органов мишеней, которые в это заболевание. Ну, например, возьмем гипертонию. Гипертония, ну, как бы это заболевание, связанное с сосудами, и вот мы сейчас на сосуды будем действовать. Нет. При гипертонии есть органы мишени, это сердце, это почки, это глаза, да, это сосуды мозга, ну, так далее. И вот, когда формируется рецепт, обязательно включаются эти органы мишени. Вот вам первый ключ. Есть очень простой вообще подход, называется полный массаж стопы и ключевой зоны. Что такое полный массаж? Это значит, по всем зонам мы потихонечку проходимся на левой и правой стопы, оказывая общий мощный такой оздоравливающий эффект. Долго, но достаточно эффективно с точки зрения такого мощного воздействия. Что касается ключевой зоны, то к понятию ключевой зоны относятся несколько зон. Первая это так называемые основные рефлекторные зоны. основным рефлекторные зоны с позиции традиционной китайской медицины относится зона почек. Это главная рефлекторная зона. И считается, что классически зона почек, ну и сопутствующая зона мочеточника, мочевого пузыря, но главная зона почки. Она должна массироваться в начале, в середине и в конце сеанса. Это такой классический подход, но он может быть модифицирован. Дальше ключевым зонам относятся зоны, которые после безболевой диагностики вы определили как зоны, имеющие патологические изменения. И к рефлекторным зонам относятся зоны, которые связаны с соответствующей болезнью. Например, при воспалении мы дополнительно можем при воспалительном процессе воздействовать на те рефлекторные зоны, которые связаны с органами, принимающими участие в процессе воспаления. Лимфатические железы там и так далее. Помимо этого, если вы можете оценить функциональное состояние человека через диагностику канальной системы, ну либо используя ведопульс, который фактически это и делает, рецепт модифицируется с добавлением тех зон, которые коррегируют текущее функциональное состояние. И самый такой довесок, который нужен для того, чтобы совсем уж персонифицировать массаж, это так называемые конституциональные зоны, то есть зоны, которые связаны с определенным типом конституции вата, пита, капха и субдоши. Вот таким образом появляется готовый рецепт воздействия на зоны, ну вот в частности, давайте здесь посмотрим конкретный пример какого-то человека с определенной конституцией заболевания, выбрали гипертонию, появляется рецепт, да, и когда вы кликаете на соответствующий орган, мы видим скелетотопическую проекцию, то есть скелет наложен на мягкие ткани, появляется указание на этот орган и описывается, где он расположил, чтобы его точно можно было найти, потому что будете думать, что вы влияете на почки, а рядом надпочечники есть, и описывается способ массажа, то есть классический. Вот эти 8 способов, которые я привел в этой лекции, вы их изучите, это носит рекомендательный характер, но в принципе можно ограничиться воздействием просто подушечки большого пальца на первых этапах, когда вы учитесь, но чем больше вы будете использовать этот метод, вы поймете, что описание классических способов не случайно, потому что наиболее эффективно в этом случае достигается рефлекторное воздействие. Так, ну что я еще хотел вам сказать? А, ну это вот разбор этого случая, как раз у этого человека капха-конституция, и посмотрите, канал желудка вышел из равновесия, поэтому в начале рецепта идут зоны функциональной коррекции и с учетом конституции, а потом уже идет ядро рецепта, связанное с воздействием на соответствующие, при соответствующем заболевании. Так, осталось у нас буквально совсем немножко времени, закончим мы эту лекцию тем, что время сеанса не больше часа, но в среднем это полчаса сорок минут для детей, тяжелобольных, пожилых людей. И мы сокращаем это время. Считается так, что, допустим, вы обследовали человека, дали ему рекомендации, затем формируете ему рекомендации по массажу и говорите, вот я вам еще дам рекомендации, дома, пожалуйста, воздействие вот на эти точки, вот по этому рецепту, показали даже как может быть. И при обострениях один раз в день, при хронических заболеваниях достаточно через день или там два раза в неделю. При нормальном массаже этого вполне достаточно. Ну и курс должен быть не менее 7 сеансов, лучше 7-10 сеансов. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать по этой лекции. Я искренне надеюсь на то, что вы будете использовать этот новый интересный модуль. Ну, тогда я всем желаю удачного окончания выходных и рекомендую прослушать лекцию нашего коммерческого директора. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Всего доброго.